Приветствую всех любителей шахмат, сегодня у нас достаточно яркая партия Владимира Кравника с каскадом жертв Белыми играет Михаил Бродский, черными Владимир Кравник, 1991 год Владимиру Кравнику 16 лет, молодой юноша, Е4, Ц5, соперник немного постарше, 22 года Конь выходит на Ц6, сицилианская защита, белые рвут центр, забрали, съели Конь выходит на Ф6, напали на Е4, конь Ц3 Е5, перед нами теперь Челябинский вариант сицилианской защиты, достаточно острое и прочное оружие против хода Е4 Итак, конь Б5, белые хотят при случае залезть коня на поле Д6 Черные ставят пешку на Д6 и естественно не пускают Теперь у нас две защиты, слон Ж5, такая неприятная связка, но черные не опасаются А6, теоретический ход, отбрасываем коня на край доски, играем Б5 с идеей Б4 Теперь у белых выбор, пойти сразу конь Б5, побить слон Е6 В парте последовал размен, взятие пешкой, конь идет на поле Д5 Ф5, сразу же пытаемся выбить из-под него опору, ну и разменять свою отсталую слабую пешку Итак, слон Д3, слон Е6, брать теперь на поле Ф5 не так хорошо, все-таки слон Д5 последует, поэтому Ферзь Х5, белый играет достаточно агрессивно, сбрасывает ферзя поближе к черному монару и готовый сделать длинную рокировку Последовал ход, ладья Ж8, крамник достаточно, хладнокровно разыгрывает, пытается напасть на пешку Ж2 Короля же оставляет в центре, не торопятся его эвакуировать 3-0, ладья Ж2, хладнокровное взятие, Ф4 Теперь такое столкновение пешек в центре, все, теперь под боем Последовал ход, конь Д4, крамник не обращает внимания Конь Е3, серьезная неточность И ходом ладья Ф2, черный уже фактически перехватывает инициативу Последовал размен на поле Ф5, слон бьет А2 Такой с виду неказистый ход, вроде бы слон бьет пешку При случае может быть пойман, но на самом деле один из ключевых ходов в партии Итак, взятие на Е5 и здесь у белых уже позиция почти проиграна Черные могут играть фактически как угодно В партии последовал размен на поле Е5 Также сильно было поставить ферзя на Б6 Конь Б5 И здесь можно было сыграть как ферзь Б6 Так и как Владимир Крамник Очень такой интересный ход слона 6 Теперь выясняется, что в случае прямолинейного взятия слона Последует тактический удар, отдали слона Отдаем еще и ладью ладья Ц2 И теперь на любое взятие этой ладьи белые получают следующим ходом мат Если прямолинейно забрать конь Ц2, то конь Б3 и белому королю просто некуда ходить Все поля контролируем, на доске чистый мат Если же забрать в этой ситуации слонон, то конь Е2 Ферзь отнимает линию Д, слон Б1, а конь объявил шаг Такая вот была интересная задумка Владимира Крамника Оппонент, естественно, разгадал это и не пошел Последовал ход на слона 6, ладья Аш на Е1 Конь на поле Е3 теперь защищен И теперь у Крамника выбор Можно опять же сыграть здесь Ферзь Б6 А можно просто забрать коня, как и последовало в парте Слон Б5 шаг, король Е7 На шаг с поля Х4 просто Ф6 Ферзь Ф2 забирает ладью Но Крамник продолжает атаку, как будто ни в чем не бывало Он играет слон Ф7, тихо отходит Теперь где-то угрожает как ладья А1, так и конь Б3 В последующем где-то ладья А1 Наверное, эта угроза более такая интересная Можно, конечно, взять пешкой, но кажется там атака фактически смертельная В партии же последовал ход слон Д3 Ферзь идет на поле Б6 Слон Е4 А ладья А2 Под атакой теперь пункт Б2 Последовал ход С4 Слон С4, пользуясь тем, что конь связан Крамник подбирается фигурами все ближе к белому монарху Король Б1 Ферзь А5 Уже здесь можно было форсированный мат поставить в 5 ходов Владимир Крамник играет немного более надежно Возможно, было мало времени на обдумывание Но ладья А1, конечно, напрашивался Забрали дальше шаг Король отходит на поле Б1 Шаг Теперь, конечно, уходить плохо Мы где-то перекрутимся После хода Король С1 Ферзь С4 И выясняется, что белый получает мат То есть здесь выбор невелик А на Король Д2, Конь Б3 То есть Король Д2, Конь Б3 На доске мат Не пускаем Ферзем Если же закрыться Допустим, слоном или Ферзем То Ферзя не берем Оставим Конь Б3 Все тот же мат Вот так вот могло интересно все закончиться В партии же последовал ход Ферзь А5 И тоже белые недолго продержались Конь Д5 шаг Забрали на Д5 Ферзь Д4 Пытаются белые бросились во все тяжкие Но позиция уже все равно проиграна Итак, ладья А1 Король С2 Никто не бьет Ферзя Владимир Кравник досчитал до мата Бьет спокойно на Д1 И после Ферзь Д1 Последовал ход Ферзь А4 Король С3 И в этой ситуации соперник уже сдался Он все понял Потому что следующим ходом мат Ферзь С4 Слон по диагонали отнял все поля И Ферзь С4 Вот такая вот достаточно интересная партия В сицилианской защите Владимир Кравник в 30 ходов Победил своего соперника Разгромил прямой атакой Сэкономил время где-то на рокировке Вроде бы белые были лучше развиты Но на Ферзьом фланге Король белых просто погиб Всем, друзья, спасибо за ваше внимание Если нравится, подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем добра и хорошего настроения Субтитры сделал DimaTorzok